В хоккей играют настоящие мужчины. Даже если на льду дети страсти бушуют по-взрослому. Название команды, которая представляет Одессу в Приднепровской лиге – «Морские волки», говорит само за себя. В первом же матче в своем логове хозяева больно покусали команду Харькова 6-0. По дублю на свой счет записали капитан Андрей Коваленко и Виталий Ульянов. А я думаю, что удалось выиграть из-за того, что работали в команде, все дружно, все собраны и все доброе. Кроме одесских «Морских волков», в турнире соревнуются «Харьковская дружба» и «Хоккейный клуб Харьков», «Криворожский Кривбас» и «Донбасс из Дружковки». Скорости и интрига в баталиях такие, что за выступлениями юных хоккеистов наблюдать не менее интересно, чем за взрослыми НХЛовцами. Учитывая, что апрельский чемпионат мира по хоккею перенесли из Одессы в Киев, возможность живую болеть за команду – цена. Несмотря на учреждение хоккейной ДЮС США полгода назад, условия аренды льда для родителей до сих пор оставляют желать лучшего. Очень сложно. Мы в прошлом году перешли на этот лед, потому что в прошлом году только открылся лед в Дворце спорта, мы перешли сюда. Цена, конечно, дороговата. Мы, родители, сами только на своих плечах это все тянем. И пытаемся как-то только на своем энтузиазме развивать этот хоккей Украины, в Одессе конкретно. Ну и будем надеяться, что в дальнейшем, может, с 2018 года, с января месяца уже будет какое-то финансирование с бюджета, и нам как-то будет легче, и опять же будет приплыв детей в этот спорт. И хоть апрельский молодежный чемпионат мира перенесли из Одессы в Киев, по словам руководителей городской федерации, реконструкцию Дворца спорта продолжат. Бюджет-то уже выделен. Они мотивировали тем, что мы не успеваем отремонтировать и привести Дворец спорта в соответствии с нормами, которые выставляет международная хоккейная ситуация. Поэтому мы договорились, что в марте месяце здесь будет президент Федерации хоккея мира Фазель. И если он увидит, что идут работы, которые... и что-то меняется, то мы в декабре 2018 года получим Ю-18. Сегодня мы в понедельник приступаем к туалетам, во вторник мы заканчиваем крышу, мы делаем тайник. В марте месяце мы поставим здесь стеклянные борта, и здесь проведем финал чемпионата Украины среди взрослых команд. На 2018-й в планах подача новой заявки на чемпионат мира Ю-20, который пройдет в декабре следующего года. Дмитрий Богомолов, Владимир Иврич, телеканал «Репортер». Продолжение следует...